добрый день сегодня покатаем арму гранита но только в миниатюре это у нас малыш от армы снимал на него обзор по зиме покатали немножко потестировали и потом он на самом деле у меня на долгое время лежал по одной причине мелкота и как мне показалось поехал он ну не так чтобы прям шустро при том что если сравнивать с масштабом например рима хобби то масштабчик поменьше а по стоимости стоит автомобиль и так в три а то и три с половиной раза подороже плюс по динамике поехал он не очень динамично и тому на самом деле есть две причины предположительные причины первое это то что было очень много снега льда и машинка много шлифовала в букс уходила и соответственно скорость она всю не выдавала либо второй момент возможно проблема была в аккумуляторе проблежал у меня данный автомобиль пару месяцев ну и как обычно я раз в несколько месяцев проверяю все аккумуляторы они как правило находятся в режиме хранения но у данного автомобиля и аккумулятора штекер соединения он идет один то есть он же и зарядка он же балансировка и есть свое зарядное устройство но соответственно взять и проверить в каком состоянии не представляется возможным с простыми средствами поэтому я подумал ну как бы что может произойти с аккумулятором если он был полностью заряжен и после этого я по факту не эксплуатировал я вроде как подзарядил и обратно положил на полочку и тут я на ранее на меня три-четыре назад поехал краски покатать тоже машинки взял с собой мелкоту подумал покатаю еще по лету потому что был как бы всего один тест один обзор и по факту машинка у меня лежит а хочется все-таки более полноценно оценить насколько интересен данный клоп ну с травой конечно он справляется ступ хотя нету одним ходом но трава очень высокая справляется на 50 процентов с травой вот и я приехал включая автомобиль не включается тут два варианта либо регулятор что-то у меня глючит либо проблема в аккумуляторе проверил аккумулятор и конечно же он у меня полностью севший при том что севший не просто подсевший а прям полностью то есть зарядить он уже его не получается соответственно у меня есть теперь такое предположение и знаете вот сейчас я как смотрю как он едет и мне кажется он едет прям пободрее пошустрее то есть нет не так как он ехал в том обзоре то есть даже сейчас неровности он скачет так или иначе имеется букс то есть здесь видите не за земля песок все перемешано все равно он буксует с места и то динамика по мне так кажется стало поинтереснее прикольно скачет а так как аккумулятор здесь не совсем стандартным разъемом повторюсь то я решил просто перепаять на регуляторе оборотов разъемчик на теплак и у меня есть разные аккумуляторы от ремахове 16 масштаба велтойсов там все они плюс-минус одного размера плюс по емкости больше чем в оригинале и на данном аккумуляторе автомобиль поехал прям пободрее ну и теперь кстати говоря не будет проблем с этим разъемом этим аккумулятором да и с вот это не совсем стандартным зарядным устройством потому что теперь аккумулятора с балансировкой теперь я взял свою пару аккумуляторов сел перепоставил новый и можно гонять дальше а раньше один аккумулятор разъемы нестандартные найти и купить такие разъемы проблематично купить аккумулятор тоже проблематично трава конечно для него все-таки это прям проблема скачет интересненько с одной потестим потому что по факту то нагрузки на машинку то не было зимой покатали по ровной авто даже нигде не врезались что-то что-то зацепился зацепляется забавная мелкота прям переворачивается можно делать вот так класс давайте трамплин бам давайте разгончику дадим побольше так выравниваемся выжимаем полный газ бам веса здесь соответственно мало на улице тепло пластик у армы в целом неплохой поэтому долбить можно смело сломать такое сложновато хотя когда есть мало обзоров эти машинки уже были понятное дело продажи уже были определенные тесты но тестов было мало после соответственно вышли уже разные тесты и посмотрел немножко почитал про них пишут что все-таки узлы там далеко не самые надежные то есть даже с точки зрения там пластика вес маленький сломать автомобиль прям сложно и очень многим это как раз таки нравится что что машинка мелкая но очень надежная само собой сломать автомобиль можно было бы желание какой-то неудачный удар я здесь катаю земля твердо ямки какие-то но нету бордюров бетонных нету каких-то лавочек столбиков куда он мог врезаться потому что в любом случае даже здесь скорость причете что не супер великая но я думаю здесь скорость метров на 25 так визуально кажется ведь опять же по ровной по поверхности снимали бы чисто по прямой может он даже там 30 бы поехал но здесь по бездорожью думаю в пределах 20 максимум 25 и сломать конечно можно но вот так прыгая я думаю автомобиль проживет очень даже неплохо вот теперь летом на таком бодром аккумуляторе конечно автомобиль смотрится прям поинтереснее вам прям колесом сильно развернула вообще выжимая полный газ но а также напомню что данном автомобиле есть еще и режимы скорости то есть мы стояли на 100 процентов сейчас смотрите ставлю 50 сразу выжимается старта полный газ все для ребенка покатать машинку которая проживет долго легко напомню здесь небольшая но в целом плюс-минус стандартная сервомашинка можно заменить но она в любом случае может выйти из строя не очень качественный аккумулятор электроника по поводу ее влагозащиты особо информации нет написано что имеется влагозащита и скорее всего это имеется ввиду как раз таки в отношении регулятора но сильно топить там и там вымывать машинку прям сильно водой я точно не стал плюс подшипники который также заржавеют то есть что сломаться есть зачем следить что обслуживать ну и повторюсь есть отзывы что внутренние узлы конечки здесь стираются и такие конечки найти у нас в россии это будет еще тот себе квест это откуда-то заказывать либо ну честно говоря сам не заморачивался но поискать прям придется эти 75 процентов вот она динамика даже ухты чуть-чуть конечно получше пободрее поехал по кочкам стараюсь прям поворачивать влево право ну в принципе автомобиль даже не сильно носит даже управляется неплохо для повторюсь мелкоты и еще раз сто процентов сворачиваемся полный газ вот уже динамика смотрите ставим просто прямую вжимаю просто газ вообще ничего не жму прям реально неплохо отрабатывает даже подвеска потому что подвеска там крайне простенькая то есть вот видите вообще не трогаю да не идеально прямо но как вы видите он и скачет вот выровнял отпустил жмем газ для наглядности покажу что вот так у нас выглядит автомобиль его аппаратура управления чуть больше самой аппаратуры аппаратура похоже на оригинальную армовскую но такая чуть были урезаны по размеру колесики просто пустышечки там нет ни поролонов ничего пружинки амортизаторы здесь кузов кстати говоря быстросъемный сзади зажимаем 2 на фиксатора кузов откидывается все имеем полностью доступ к автомобилю вот так он у нас внутри пылится поставил обычно такой аккумулятор регуль двигатель армовский регулятор оборотов горячо сегодня у нас по 30 градусов тепло прям прям вот прям тепло ну амортизаторы здесь масляные то есть можно как проверить пускаем ведь она просто возвращается не лышится чик за счет вот этих масляных амортизаторов сглатывать неплохо неплохая разбесовочка бамперок с демпфером тоже эластичного до закрепления ну здесь также все у нас пластик тяги пластиковые привода металлические все остальное крышечки все также пластиковая на самом деле прикольная мелкота у так попылить в горку вылетает понятно дело там мы потеряли монстр на вершине полный газ вылетел и горки вообще летит понятно дело этот автомобиль мне кажется ребенку себе от такого быстро устанете рассматриваем ее как надежную крепкую игрушку но в голове держим две мысли первое это то что такая игрушка из соответствующих денег стоит за стоимость данного автомобиля можно купить китайца уже там десятого масштаба и на быка ухты чё хоть по кочкам то кстати говоря можно здесь прям покатать проверим опять же надежность шасси бам 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 и вторая мысль бум что если что-то ломается то запчастей на нее найти в россии будет сложно понятно тот кто ищет тот обязательно находит да и ломаться она будет не так чтобы уж часто все будет зависит от того как часто вы будете эксплуатировать если покупаете хорошую дорогую игрушку ребенку и катает он ее там на даче выходные а у вас там еще всего один аккумулятор то есть вы откатали поставили пока на зарядку он заряжается максимум два раза за день и покатали то в принципе я думаю такой автомобиль может и год и два прожить главное следить там за узлами там бам ну прям потестим да крепость проверим заодно эликсанчик проверим сам станешь но мощности самому стать конечно ему не хватит ну а еще мини-трофийчик смотрите так хоп-оп понятно див разблокированы вот так оп 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 давай давай назад немножко оп для него для мелкоты даже вот такие преграды это прям препятствия может оп 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 почти вывесил оп супер а в общем надеюсь такой мини-обзорчик получился получился он информативно интересно если так не забывать что можно подписаться на наш youtube канал телеграм-канал в общем подписаться где хотите и не пропускать новые видео а я также проговорю что вот сегодня этот автомобиль взял не только его но взял еще и рема хобби с макса коллекторного и сейчас он подостынет потому что снизу дека наши кипятошные в районе двигателя повторюсь жарко и он в нагрузке постоянной но под покатаем еще 16 масштаб рема хобби машин которые стоят в 3-3 с половиной раза дешевле и их соответственно сравним чтобы не пропустить это видео следите за анонсами ну в принципе все всем пока до следующего видео